Когда вам очень сильно страшно, когда вы морально истощены, вы можете согласиться с тем насилием, который над вами производит, и даже оправдать своего тирана. Так работает ваша психика. Мало-помалу на медленном огне вас, если варят, то вы будете оправдывать тирана. Но я вам хочу сказать, если вы смотрите это видео, если вы находитесь в опасности, если над вами издеваются ваши близкие, я хочу сказать, что это ненормально, и вы не заслуживаете такого к себе отношения. Здравствуйте, мои дорогие, с вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также теолог по образованию. Я учу вас тому, чтобы вы находили свой путь к счастью в этой жизни. И у каждого он окрашен по-своему, но есть такие вещи, которые для нас должны быть одинаковые. Иначе бы, наверное, совсем не было бы смысла говорить о нравственности, о правде, о любви, если бы у всех эти понятия были разные. Поэтому, когда касается, например, вашей безопасности и о том, когда вам нужно уходить от того или иного человека, держаться на дистанции, то здесь, наверное, нет каких-то оттенков и полутонов. Но, собственно, жизнь-то, она, конечно же, многообразная, и в ней присутствуют разные цвета, не только черные и белые. Поэтому я надеюсь на вашу рассудительность и на ваши правильные выводы, когда записываю очередное видео. Также я хочу сказать, что я не отвечаю за решения ваши по жизни. То есть вы должны понимать, что любая информация, которая поступает к вам, например, из интернета, или вообще в целом, когда вы с психологом говорите на консультации, то в любом случае решение за вами, что вам делать и как вам поступать. Сегодня я хотела бы разобрать такой очень интересный момент, который присутствует в отношении с психопатами. Когда вы мало-помалу начинаете соглашаться с тем насилием, который над вами производят, моральное или физическое, неважно. Эти процессы, конечно, происходят не за один день, не за одну секунду и даже не за один год. Нужно прожить с психопатом долгие годы, чтобы согласиться, так скажем, на то, что происходит и перестать делать попытки вообще выхода из отношений с таким человеком. И знаете, отношения с психопатом, они всегда начинаются очень даже весело, с какого-то фейерверка радости, с фейерверка исполнения ваших желаний. Вы видите в психопате близкого человека, родственную душу, потому что как нарциссы, так и психопаты, они умеют играть роли, они умеют казаться хорошими, даже более того, они кажутся ангелами, единственными святыми на земле, в кавычках. Поэтому, когда вы с этим человеком проживаете уже какое-то энное количество времени, конечно, его сущность вылезает наружу. Хочу заметить, что я говорю не о мужчинах, а вообще в целом о таких явлениях. То есть это может быть и женщина, соответственно. Мало-помалу вы привыкаете к тому, что происходит, даже если это жутко страшно и ужасно. Даже если вы, например, год назад, если бы с вами такое творили, вы бы сразу же сбежали. Но вас варят, как лягушку, сначала на медленном огне, а потом огонь прибавляется. Вы привыкаете к тому, что, например, это нормально поднять на вас руку, это нормально, когда на вас ежедневно сливают негатив. Нет, это ненормально. И тогда, когда вы, может быть, сперва начинали как-то протестовать против положения вашего семейного, и, может быть, даже хотели там подать на развод, хотели как-то что-то поменять в жизни, но вам каждый раз говорили, что ты что, с ума сошел? Или ты с ума сошла? Все ведь хорошо. Да посмотри, все так живут, значит, это норма. И вообще ты сама все выдумала. Ничего такого плохого нет. И раз, может быть, какой-то подарочек вам подарят, особенно когда вы уже начинаете прозревать, вас всегда подкармливают какой-то маленькой дозой дофамина, гормона радости. Но в основном вы живете на адреналине, то есть в стрессе. Вообще, я вам хочу сказать, что те изменения, которые происходят с вашим организмом, это, конечно, отдельная тема. Это интоксикация организма, ни больше, ни меньше. Когда у вас идет слишком большая выработка адреналина и кортизола, то, естественно, физически вы тоже начинаете болеть. Это ничем не отличается. Наша, собственно, выработка вот этих гормонов, как если бы мы отравились извне чем-то. То есть и то, и другое являются интоксикацией и поражают организм. Но сегодня не про это. Есть отдельное видео, посвященное болезням, которыми вы можете столкнуться в отношениях с психопатами, с нарциссами. Сегодня я хочу поговорить о том, как же так случилось, что вы, в кавычках, смирились с тем злом, которое происходит в вашей, допустим, семье, когда вас унижали, оскорбляли, вы мало-помалу начали принимать это за норму и даже перестали делать попыток уйти. Понимаете, есть еще такое понятие, как стокгольмский синдром, когда мы начинаем оправдывать террориста, ну, террориста здесь в кавычках, потому что он взял за основу вот такое название после того, как в стокгольме произошел террористический акт, да, то есть жертвы начали оправдывать своих тиранов, когда их опрашивали. Потому что, видимо, настолько в стрессе был организм, что проще было бы как-то себе это оправдать, нежели сойти с ума от того ужаса, который происходит. Понимаете, так работают защиты нашей психики, по сути. Но суть в том, что когда вы даже уже имеете возможность уйти, вы это не делаете. Очень многие не делают это. Вот, допустим, копите вы какую-то подушку безопасности для себя, а многие действительно так и делают, слушая советы психологов, начинают копить деньги, чтобы было на первое время, на хотя бы первые несколько месяцев снимать квартиру и так далее. И вот вы уже накопили эти деньги, но вы не уходите. Вы придумываете себе какие-то причины, какие-то оправдания. Вы думаете, а зачем тратить эти деньги, когда можно купить что-то на благо семьи или что-то в этом роде. То есть, смотрите, даже когда у вас есть все возможности уйти, часто жертва встречается с таким феноменом, когда она не уходит. И заметьте, её не держат в кандалах. Её психика настолько привыкла к козлу, что, возможно, даже уже сама требует повтора насилия. И очень хорошо, если рядом с вами оказались люди, которые готовы вам помочь. Знаете, я иногда слышу такие истории интересные, что, например, ну какая-нибудь подруга или родственники уже не могут дальше смотреть на то, как над человеком издеваются, и просто вытаскивают из ада. Ад здесь, не знаю, в кавычках, не в кавычках, как хотите. Потому что сам человек, он уже бы не вышел. Здесь вот так работает. Если в какой-то момент не дать руку помощи, чтобы человек хотя бы на секунду прозрел и посмотрел, что может быть по-другому, что отношение к нему может быть другое, и что жизнь, она может быть другой, он по-другому уже не выходит. Потому что он смиряется с той реальностью, которую ему подменили. Потому что там происходит подмена реальности. Вам внушают, что всё, как с вами делают, вы этого заслужили. Так и должно быть. Вот такое отвратительное отношение. А другого вы просто не заслужили. Ещё раз повторяю. Это вам говорит и внушает психопат. И потом уже, пожив хотя бы какое-то время в нормальном состоянии, когда к вам нормально относятся, вы уже потом можете хоть какой-то выбор делать. Да и то, часто так бывает, что приходят очень сильные откаты, когда ваш организм требует опять же новой дозы адреналина, потому что вы как наркоман уже привыкли к этому. Вы можете сорваться, даже обратно убежать к этому человеку. Потому что это огромная борьба на самом деле. И вы должны быть готовы к этой борьбе, к тому, чтобы самому себе говорить, вот это мне полезно, это мне не полезно. И я достоин жизни лучшего. И знаете, часто христиане думают, что смирение – это покорное терпение и издевательство. Но что, если я вам скажу, что смирение – это покорность воли Божьей, а не терпение и издевательство, от кого попало. И вы в точности не знаете, в чём воля Божья. Может быть, воля Божья в том, чтобы вывести вас в спокойное состояние, вывести вас к тем людям, которые будут одинаковые с вами по нравственным предпочтениям, по элементарно жизни какой-то адекватной, по вере и так далее. Разве может быть воля Божья… Это вам к размышлению вопрос. Разве может быть воля Божья в том, чтобы вы были рядом с человеком, который противоборствует Богу, который тянет вас в погибель и из-за которого вы морально гибнете. И ваше состояние далеко от спасения во Христе. Ваше состояние больше похоже на прикосновение к аду. Поэтому, мои дорогие, вот очень важно тоже не подменять понятие смирения и человекоугодия и прочее, прочее. Об этом я уже тоже отдельно говорила. Просто невозможно не затронуть это снова и снова. Поэтому, мои дорогие, если вы видите, что происходит какой-то трэш у ваших близких, иногда, наверно, надо проявить какую-то инициативу, чтобы помочь человеку. Даже если человек руками и ногами кричит, что он не хочет спасаться. По крайней мере, сделать какую-то попытку, если вы любите своего близкого. Я вам так скажу. Здесь работает 50 на 50. То есть, иногда это не помогает. Человек все равно срывается и бежит обратно, и в итоге погибает, морально или даже физически. Но, опять же, смотрите на степень того, насколько человек вам близок и дорог. Потому что, если это просто какой-то незнакомый человек, то навряд ли нужно тратить свои силы. Иногда лучше дистанцироваться и понять, что единственный, кого мы можем спасти, это самого себя. Но я знаю такие истории, когда все-таки бывают редкие исключения. Когда помогают человеку ворваться, и когда он бы сам по себе, возможно, бы не спас. Из такого положения, когда ты привык к отвратительному отношению к себе, и когда твой организм уже требует новых доз этого отвратительного отношения. Я хочу сказать, что никто из вас не заслуживает того, чтобы над вами издевались. Ну, не может быть в этом воли Божьей. Потому что вы люди издевались друг над другом. Это мое личное мнение. Вы можете быть с ним не согласны. Пожалуйста. Потому что в конечном итоге, конечно же, это ваша жизнь. И ваше право. Как вам жить? Если вам нужна моя помощь, номер в описании видео. Я жду заявки текстовые. Потому что звонить сразу не надо. Это не очень уважение к моим личным границам. Сначала мы договариваемся, потом созваниваемся. Хорошо? Вас всех обняла. Берегите себя. Жена. У меня. А вот, Nederland, здесь просто. yersзерили.